Это единственный объективный показатель, насколько вы хорошо выступаете, когда вам нужно есть, когда вам нужно пить. У вас непослушные дети, собака ходит в туалет не там, где вы хотели, и вообще вся жизнь полная неприятностей, скажем так. Валялась куча фляг, затем валялась куча людей. Один из самых-самых-самых красивых рассветов, которые бывают. Всем привет, это следующий выпуск 100 дней до Айронмена. Мы уже находимся в Польше, мы приехали сюда делать половинку Айронмена, некоторые полный Айронмен. В этом выпуске у нас не будет замеров наших контрольных, потому что мы не брали весы и не брали ничего другого. В этом выпуске будет только анализ и разбор старта, подготовление к нему. И тема сегодняшнего выпуска, самое главное, это будет психологическая подготовка к старту серии Айронмен. Мы разберем, что нужно правильно думать до старта, как себя настроить, о чем думать во время дистанции, как порадоваться после и вообще, как быть счастливым от того, что вы занимаетесь спортом. И заодно подведемся к соревнованиям идеально. Погнали! В сегодняшнем ролике речь придет о моральной составляющей подготовки головы к старту. И мы разберем несколько популярных ошибок спортсменов-любителей, с которыми наверняка сталкивался каждый из вас. И разберемся, что делать с ними, чтобы их не допускать и как быть счастливым человеком, занимаясь сприатлоном. Первая ошибка – это неправильный менеджмент ожиданий. Многие люди не знают, чего хотят от соревнований. И не знают, к чему они готовы, потому что для большинства любителей многие соревнования – это то, что они никогда раньше не делали. То есть это первый марафон, первый аронмен, первые заплывы или 10 километров, неважно что. И так как вы это никогда не делали, вы не имеете ни малейшего понятия, вы к этому готовы, как вам будет тяжело, когда вам станет тяжелее, чем вы себе думали или еще что-нибудь. Поэтому в этом случае не нужно пытаться угадать, готовы ли вы к соревнованиям или утверждать. Перед аронменом за день-два или за неделю 99% моих учеников говорят, я не готов делать аронмен, я не знаю, что этим делать, я не готов, все, я переживаю. Вся суть в том, что люди свойственно боятся того, что они не знают и никогда не пробовали. И ваша задача – довериться профессионалам. Вы, большая часть людей тренируется под руководством тренеров, и тренер в силу своего опыта, в силу своего образования и так далее, он точно знает, к чему вы будете готовы, как вы это будете преодолевать, с какими трудностями вы столкнетесь. Если у вас меняемый тренер, он вам всем этим с вами должен поделиться, и таким образом вы должны сформировать верные ожидания и ни в коем случае не допускать в свою голову мысли о том, что вы к чему-то можете быть не готовы или что-то может пойти не так. Для этого у вас есть тренер, слушайте тренера, он все расскажет, и только он знает, к чему вы готовы, а к чему нет. Спортсмены-любители очень часто переживают попусту о тех вещах, о которых не нужно переживать. Теодор Рузвель как-то рассказал, что делай то, что можешь, с тем, что имеешь там, где ты есть. Поэтому переживать на тему того, какая будет погода, а будут ли волны, будут ли дуть на вас ветер на вело, или какая вас ждет гора, или что-то еще подобное, просто бессмысленно. Вы должны сделать максимум, на который вы сегодня способны, в тех условиях, в которых вы будете находиться. Ну то есть, если вдруг на вело будет идти дождь, как у нас было на соревнованиях в Гдыне, мы ехали под ливнем, но все ехали под ливнем, и кто-то на эту тему переживал, а кто-то выжимал максимум из сложившейся ситуации. Точно так же касается, а что если будет жарко на беге, а если будут волны, а что если там пробьется колесо, а что если, не знаю, что-нибудь случится еще. В общем, ваша задача состоит только в одном. У вас есть какой-то потенциал, который вы приобретаете в тренировочном процессе. То есть, вы готовы к какому-то, ну у вас есть сколько-то сил, скажем так. И задача спортсмена-любителя очень простая. Отдать все силы, максимум отдать их на дистанции. Что из этого получится, дело десятое. Поэтому планировать во времени результат, тем более на незнакомой трассе, полная чушь, и так делать не стоит. Стоит планировать, выложиться на 100% и отдать все силы на дистанции в тех условиях, в которых вы выступаете. Это будет лучший ваш результат на сегодняшний день, и этому вы будете радоваться и гордиться этими цифрами. Многие спортсмены-любители стараются всегда сравнивать свои результаты с своими друзьями по команде, со своими соперниками, с людьми своей возрастной категорией или даже с самими собой на предыдущих стартах. В чем заключается проблема и почему так делать не стоит? Проблема в том, что каждый старт даже на одной и той же дистанции сильно отличается по условиям гонки от такого же старта, например, год назад. То есть может добавиться ветер, может быть пойдет дождь, может быть будут другие волны, или снесет буй на плавании на 100 метров вправо, и вам всем придется его уплывать. Или что угодно, и это все получается бессмысленно, и вы не сможете построить верных ожиданий, то есть на какой-то дистанции вы будете быстрее, на какой-то медленнее, и это будет сильно зависеть от дистанции. Именно поэтому мастера спорта, например, в триатлоне нельзя получить, выполнив какую-то дистанцию за какое-то время. То есть его можно получить только заняв определенное место в соревнованиях. Вот, это первое. И второе. Люди постоянно сравнивают себя с другими людьми, с их темпом прогресса, с их еще кем-нибудь. И на больших соревнованиях люди, большинство людей готовятся к аэронменам несколько лет, к марафонам там несколько лет. И если вы вдруг участвуете в первом своем аэронмене, то это абсолютно нормально, что мимо вас там проезжают люди на быстрых велосипедах и показывают какое-то классное время. Возможно, они всю жизнь занимаются спортом. И соревноваться с ними вы будете через много-много-много лет. Поэтому ваша задача состоит быть лучше самого себя. А как оценить, что вы стали лучше? Единственная объективная метрика, ну и то относительно, но это объективнее, чем все остальные метрики, это мерить в топ сколько процентов вы попадаете из всего протокола людей, которые стартовали. Ну, например, как понять, мы сбегали, допустим, в Афинах марафон с большими горками за 4 часа, а потом сбегали в Амстердаме марафон за 3.30. Что из этого лучше? Где ты лучше выступил? Как это определить? Вы заходите в протокол финишеров, смотрите, что было, допустим, 30 тысяч человек, и вы забежали на 10-тысячном месте. То есть вы попали в первую треть марафона в Афинах с результатом 4 часа. Потом вы едете в Амстердам и бежите на марафон на полчаса быстрее за целых 3.30. И заходите в такой же протокол, там было, допустим, 40 тысяч человек, и вы заняли 20-тысячное место. То есть вы попали в топ 50% с этим результатом, потому что трасса была проще, там не было ветра, еще чего-нибудь. Вот, и это единственный объективный показатель, насколько вы хорошо выступаете. То есть какой процент людей вы попадаете в своих соревнованиях. Один из моих учеников сейчас в Польше сделал свой Ironman на 15 минут хуже, чем сделал его год назад. Он, правда, провалил колесо, гулял пешком по дистанции с велосипедом и так далее, но это все опустим. Разница 15 минут хуже, чем было. Вот, и при этом он поднялся на 15% в протоколе. То есть он в прошлый раз выступил, попал там в топ 80% на своем первом Ironman. То есть выиграл всего лишь у 20%, а сейчас он выиграл у 35%. То есть даже с тем, что он ухудшил время, он спрогрессировал на фоне других, всех других участников на определенной дистанции. Это единственная метрика, которая может быть вменяемой. Все остальное полная чушь. Мы всегда транслируем идею, что те, кто занимаются спортом не на профессиональном уровне, а на любительском, должны получать от спорта здоровье и удовольствие. Поэтому, когда спортсмен-любитель настраивается на какие-либо соревнования, ключевыми моментами должно быть именно эти два пункта. То есть вы должны, не травмируясь, добраться до финиша и кайфануть на дистанции. Если эти два пункта уже соблюдены, вы настоящий герой, вы молодец, вы вообще золото, мама вас будет за это хвалить. И все остальное это уже побольше. То есть если вы по дороге поставили рекорд, прям вообще прекрасно. Если вы кого-то там победили, вообще замечательно. Но по факту два выполненных условия должны приводить вас в восторг. И вы должны быть счастливы просто уже от этого, потому что вы спортсмен-любитель. И у вас есть остальные вещи в жизни, которые вы тратите гораздо больше времени. И которые важнее, чем прогресс в триатлоне. Мы уже перебрали очень много мыслей, которые не стоит думать перед стартом, во время старта. Не нужно бояться, не нужно фантазировать о своих результатах. Не нужно сравнивать себя с другими и так далее. Теперь поговорим о том, что нужно делать. И какие мысли будут позитивно влиять на ваш результат в целом. Как перед гонкой, так и внутри каждого из этапов. Было бы целесообразно прокручивать каждые следующие действия у себя постоянно в голове. Ну, например, плывете вы в свой плавательный этап и проплыли, скажем, километр. И еще целый километр вам предстоит. Вы уже преодолели стартовую кашу и вот это вот все. И вам километр до транзитки. О чем же думать в этот момент было бы очень здорово, если бы вы прокручивали в голове, что вас ждет в транзитной зоне. То есть, куда вы там снимаете гидрокостюм, что вам нужно надеть на велосипеде, где у вас там лежит шлем, какие очки, какая погода. Ну, в общем, полностью прокручиваете это действие. Когда вы прибежите в транзитную зону и уже прокрутили это много-много раз, вы будете это делать практически на автоматизме. И даже если у вас высокий пульс и вам тяжело, вы справитесь с этой задачей. И вы гораздо медленнее будете это все делать, если вы прибежали и высыпали вещи из пакета и только потом думаете, что с ними делать. Точно так же, когда вы идете, допустим, на старт, ставить велосипед и так далее. Думайте только о том, что именно вам нужно сделать. Чтобы вы пришли четко по пунктам, поставили там велосипед, прикрепили туфли, налили из затоников, присобачили там гели. И, в общем, все это делом постоянно крутите в голове все следующие свои действия. На велой этапе вы едете, у вас очень много времени, раздумываете о том, с какой средней скоростью вы сможете его доехать. Как не упасть, как грамотно пройти повороты, когда вам нужно есть, когда вам нужно пить, как грамотно пройти следующую транзитку, с каким темпом вы там хотели бы бежать и так далее. Все время думайте только о том, что будет впереди и ни в коем случае не пускайте в голову мысли, что вам тяжело или что как много еще осталось, или что еще что-нибудь, или вас там всех обгоняют. Ну, в общем, все это негативно, все это никак не поможет. Думайте только о том, что вам предстоит сделать и всегда прокручивать этот сценарий. Следующая проблема – это искажение окружением. Эта проблема в основном касается людей, которые тренируются в больших клубах. Например, в нашей команде уже 29 человек сделали Ironman, и это со временем девальвирует стоимость этого достижения. То есть вам кажется, что Ironman тут уже все сделали, и то, что вы сделали Ironman в целом, ну, не так уж и круто. Или там марафон у нас бегают уже, ну, там, 100 с чем-то человек. И от того, что вы преодолели марафон, вроде как у вас тут все друзья тоже преодолели, и еще до вас все преодолевали, и после вас тоже будет. Но это не совсем правильно, потому что в любом обществе, в котором вы окажетесь, если вы скажете, что вы занимаетесь триатлоном, все уже будут восхищаться вашим силой духа, там, и так далее, и так далее. А если вы сделали Ironman, вы вообще вошли в там, Ironman во всей Украине, за всю ее историю, около 500 человек на сегодня. То есть если вы финишировали полный Ironman, как вот сделали ребята в Гдыне, у нас некоторые три человека впервые в жизни финишировали Ironman. Один из них это Майя Фидосенко, которая еще и выиграла слот в кону, выиграла свою категорию и так далее. И вроде как Майя показала результат, ну, по меркам команды, где-то там средний. Но при этом Майя вошла в историю как самая молодая девочка, которая финишировала Ironman, как единственный победитель вообще в истории Харькова, который выиграл свою возрастную категорию в Ironman и так далее, и так далее. И то есть, исходя из ее окружения, ей кажется, что это все, ну, обычное дело, все финишировали Ironman и я финишировал. Но на самом деле каждый человек, который добрался до финиша 10 километров, который проплыл километр кролем, который пробежал там марафон или сделал какой-то триатлон, настоящий герой. И есть статистика, что около 1% в мире людей пробегают в марафон. То есть где-то, ну, получается, что Ironman делают еще в сотни раз меньше. То есть за всю историю, за сколько там Украине уже 30 лет, за 30 лет сделало всего лишь 500 человек. То есть если вы просто добрались до финиша Ironman, то вы попали в топ 500 самых выносливых людей страны, в которой сейчас там живет 40 миллионов. То есть это просто невероятно уникальное достижение и к ним так и нужно относиться. То есть люди, которые на финише этом Ironman недовольны своим временем, или они такие, ну, я хотел по-другому. Но это совсем не те мысли, с которыми вы должны финишировать. Вы настоящий герой, вы вставали каждое утро, шли на тренировку, купили там себе кучу всего, велосипеды. Все это притащили в другую страну, поставили в транзитки, ничего не испортили, оставили нужные вещи, проплыли кучу метров. Потом ездили на велосипеде, ни с него не упали, не сломали ничего. Потом финишировали этот бег и все это сделало всего лишь 500 человек в стране, в многомиллионной стране за 30 лет. Поэтому эти достижения супер уникальные и старайтесь не погружаться в то, что все вокруг это там сделали или сделают вместе с вами. Анализируйте то, что вообще в мире супер мало людей, которые способны на такие вещи, на которые способны вы. Следующая вещь, самая сложная, это порадоваться, заставить себя порадоваться после соревнований тому, чего вы добились. Когда вы соревнуетесь, у вас очень сильно устает нервная система и точно так же, как и мышцы, связки и так далее, точно так же устает мозг от того, что вы его заставляете напрягаться, что-то делать и так далее. И когда вы финишировали, как правило, еще этот день, еще несколько дней может характеризоваться чуть ли не депрессией, вам ничего не хочется, вы вообще вертели весь триатлон, вы не хотите больше нигде выступать, вы недовольны всей своей жизнью, начиная с триатлона, у вас непослушные дети, собака ходит в туалет не там, где вы хотели и вообще вся жизнь полная неприятностей, скажем так. И это нужно просто пережить, понять, что вы утомили свой мозг такими многочасовыми испытаниями, для него это тоже стресс, нужно ему показывать плюсы в этом всем, что вы никогда не были такими сильными, как сегодня, что вообще-то 10 лет назад вы там бухали и весили на 20 килограмм больше, что ваших друзей всех вы моложе и быстрее, ярче и так далее. И это все те мысли, которые нужно вбрасывать в свой мозг, чтобы он их думал и чтобы он радовался этим достижениям и отличиям от той жизни, которой вы жили до триатлона. То есть, например, там добежали вы на финиш, там как-то отдышались и просто вдумаетесь, что вы находитесь там на берегу где-нибудь в Италии, вокруг вас куча народу, которые вам только что хлопывали, вся ваша родня и ваши близкие вами гордятся. И на этом акцентируйте свое внимание, а не на том, какой результат вы показали, или что у вас там что-то там болит, или что вы устали и так далее. И чем больше вы будете кормить мозг позитивными моментами, которые были во время старта, что вы получили невероятный опыт, что вы сделаете выводы и так далее, тем лучше, чем быстрее закончится вот эта пост-айронменская депрессуха, когда вам ничего не хочется, жить не хочется и тренироваться тем более не хочется. Итак, самый последний пункт это ожидание от себя постоянных рекордов. Вы должны осознать, что чем дольше вы тренируетесь, тем сложнее вам будет ставить рекорды по времени на каждой из дистанций. Ну то есть, когда вы только начали первые полгода или год, любая дистанция, к которой вы прикоснулись, это рекорд. То есть, вы там сбегали 10 километров за час, пушка, вообще молодцы, сбегали через 3 месяца за 58 минут, отлично, рекорд, все дела. Когда вы сбегали ее там за 40 минут, то чтобы сбегать ее за 39, вам придется, чтобы сложилось гораздо большее количество факторов и все срослось идеально и тогда только получатся будут рекорды. На примере старта в Польше был ливень, была отвратительная трасса, были волны на плавании. В итоге я проплыл на 3 минуты, лично я проплыл на 3 минуты медленнее, чем я хотел. Потом еще я проехал на 5 минут медленнее, чем я хотел и из-за этого я не поместился в 5 часов, которые я хотел. Но, сравнив результаты этого Ironman Польша и Гдыня и двухлетней давности, на котором я тоже выступал, я нашел зависимость, что результаты в среднем отличаются на 12-15 минут. На 12-15 минут, да, все верно. Вот, и что в плане очков, я заработал очень много очков, в плане вот этих вот процентов, о которых мы говорили, я там попал в топ-20 процентов. И это очень классный результат, но просто такой был день, что все было медленно. Медленное плавание, медленное вело, бег был нормальный, и я просто пока не бегу, это не моя сильная сторона. К чему это я веду? К тому, что, чтобы ставить рекорды по времени, вам нужны супербыстрые трассы и идеальные условия. И это не может являться самой целью. Тогда вы будете пропускать всю красоту, и все сложности будут вас отпугивать. Только что на Олимпиаде выиграл Илют Кипчоги марафон, и он сбегал за 2.08. То есть, представьте, он сам себе, своему личному рекорду проиграл почти 3 километра на марафоне, но он олимпийский чемпион. Почему так произошло? Было влажно, было жарко, было куча поворотов, не было поясмейкеров, ну и так далее, и так далее. И тем не менее, человек выиграл Олимпийские игры, проиграв своему личному рекорду на 8 минут. Я надеюсь, что Илют Кипчоги не расстроился от того, что у него не получилось поставить свой личный рекорд, и счастлив от того, что он опять выиграл Олимпиаду. И вот вам нужно быть, как Илют Кипчоги, то есть, радоваться своим достижениям и не расстраиваться, что каждый ваш старт приведет к вашему личному рекорду. В Польше была половинка Ромена, как вы уже поняли из нашего видео, и там мы показали, некоторые из наших учеников показали просто космические результаты. Один из самых крутых это было выступление Игоря Поливанова, про него будет ролик вот тут. Вот. И значит, в чем крутость? Во-первых, пятое место в абсолюте среди аматоров. Это, на мой взгляд, ну, по-моему, это лучшее достижение в харьковском любительском триатлоне вообще all-time. По-моему, никто высоко так не забирался в абсолютном зачете за все времена и все старты. Результат получился, кстати, посредственный. Он так уже делал полтора года назад в Дубае с таким же временем, но из-за того, что трасса была суперсложная, этого времени хватило, чтобы попасть в топ-5. А еще из интересного, пацан сбегал в час 17 половинку марафона внутри триатлона. Он показал 12-й бег из всех участников, включая 20 с чем-то там профессиональных атлетов. То есть у половины профиков Игорь тоже заодно выиграл беговую часть дистанции. Вот. И, в общем, с этим мы его поздравляем. Во-вторых, Майя Федосенко выиграла свой зачет по Ironman. Она выступала в категории 18-24. Она показала достойный результат. И вообще никто до нее в ее возрасте не делал Ironman. Поэтому она первая в истории у нас в команде, которая с первого же раза отобралась на кону. Она туда сейчас не поедет, но не принципиально лицензию на то, чтобы выступить на чемпионате мира по Ironman. Майя получилась в первой же попытке. И третье, самое крутое, что мне понравилось, это то, что мы заняли командой второе место в рейтинге клубов. В Гдыне пять наших людей, которые делали Ironman, почти любых других клубов победили. Мы проиграли одной всего лишь команде из, я даже не знаю, скольки. Но, тем не менее, это единственная пока в нашем клубе награда за такой формат. И он периодически есть, периодически его нет. Но, тем не менее, это очень круто. Многие ребята остались недовольны своими результатами, потому что была суперсложная трасса. В плане времени не у всех получились личные рекорды. Лишних рекордов было мало, но у меня он получился. И дальше мы будем разбираться, как я к этому пришел и почему у меня получилось, а не у всех получилось так круто, как у меня. Так, ну и по поводу получения удовольствия от всего, что вокруг, гляньте какой рассвет. Я не знаю, вам будет видно или не будет видно, но это прямо один из самых-самых-самых красивых рассветов, которые бывают. Прямо ууух. И даже с тем, что на нас дождь берет, это не так важно, как этот красивейший рассвет. Итак, разберем мое выступление на Аэрон Мэнгдине. Первое, что я хотел бы сказать, что я там уже однажды выступал, два года назад. Так вышло, я тогда выступал после операции, и у меня там был полный рот швов, в общем, но это не важно. Тогда я не гонялся за результатом, и я думал, что в этом году мне поможет опыт прошлого выступления, и что я буду знать велотрассу и прочее. Но организаторы поступили очень интересно, они не меняли велотрассу, кроме того, что развернули ее на 180 градусов. И так как там всего один круг, то там, где были подъемы, это стало спусками, там, где спуски, подъемы, повороты стали в другую сторону. И, в общем, от того, что я там выступал, никакого преимущества в итоге у меня не было. За эти два года я спрогрессировал на целый час, и вместо 6.04 показал 5.04. Было бы здорово, если в следующем году показать 4.04. Это вряд ли произойдет, но как формат мечты очень даже подходит. Теперь разберемся с каждым из видов, и разберемся, почему у меня и там у еще некоторых ребят получились быстрые минуты и личные рекорды, а у большинства не получилось, в чем были предпосылки. Первое, что мы разберем, это плавание. Плавание было в море, море, в котором мы плаваем, это Балтийское море, оно самое несоленое море в мире, и поэтому от того, что оно море, просто ничего это не дает, никакого преимущества, вы не лежите выше, как в соленой обычной воде. Поэтому плавание здесь получилось медленное, причем, что были волны. Я сплавал контрольную тренировку за несколько дней до старта в бассейне, совершенно расслаблено, быстрее, чем сейчас в гидрокостюме здесь. Мой темп составил минуту 42 средний, я планировал плыть по минуте 35 максимум. И получилось, что время 32.20 против 30 минут, которые я ожидал увидеть у себя в транзитной зоне. Я этому расстроился, если честно, немножечко я не справился со своими эмоциями в этом вопросе. То есть, когда я вылез из воды, увидел на часах 32.20, думаю, вот говно, как же я из 5 часов буду делать. В общем, ну, как-то я быстро с этими мыслями смирился и поехал себе на вело. На вело был дождь. Дождь начался еще за час до старта и не прекращался до начала бега. И сначала он был не очень сильный, а затем он перешел прямо в ливень. А, минуточку, вернемся к транзитке. Транзитки получились очень-очень длинные. Первая транзитка получилась 3.56. Так вышло, что организаторы разместили всю половинку в один ряд, ну, в один коридор. В итоге транзитка заняла 470 метров или 480. От места, где мы вылазим из воды, до места, где мы прыгаем на велик. Даже, наверное, это я не до места, где прыгаем на велик. Там где-то 500. Получается, целый километр мы сбегаем по этому коврику. Но он хотя бы красивый. Но бегает, я еще далеко. Ух ты! Здрасте! И оно заняло 500 метров. То есть от того, где мы вылезли из воды, до того, где можно было садиться на велосипед, было целых 500 метров бегом. То есть 3.56, это с тем, что мы там снимали костюмы, надевали там шлемы, туфли и всякое там такое. Это еще нужно бежать. То есть всю дорогу я бежал, но все равно получились очень долгие транзитки. И это меня опять-таки расстроило, потому что я планировал в своих таких влажных мечтах делать около 5 часов. И это все отдаляло меня от 5-часового рубежа. На велосипеде был жуткий ливень. Просто я никогда в жизни не ездил по таким ливням. Старт был в 6 утра. Это только рассвет. То есть еще было темновато. На велосипеде мы оказались в 6.30. И пошел ливень. И на каком-то моменте мы заехали в лес. И в лесу было вообще ничего не видно. То есть мало того, что темно и ливень, и еще тень от деревьев. И мне приходилось даже снимать очки. Многие люди снимали визоры для того, чтобы хоть что-то видеть. Но видно было отвратительно. Полотно было местами ужасное. Валялась куча фляг. Затем валялась куча людей, которые падали с велосипедов, подскальзывались и так далее. То есть в плане того, как я бы хотел ехать вело. Я планировал ехать вело порядка 37,5 километров в час. И за первый час я посмотрел на свои часы. И у меня показывало что-то типа 26 в среднем. Я очень настроился. Я прям такой, какого черта, что не так я делаю? Я же вроде на тренировках быстро ездил. В общем, все то, что я рассказываю, делать не надо. Я себе подумал. Потом подумал, я же в конкурс на ютубе сделал. Думаю, как же победитель. Мне было даже близко вариантов, которые на 2 начинаются. То есть типа 28 или что еще. Думаю, как я это буду все делать? Но неважно. Потом мы выехали на более-менее ровную поверхность. Я начал отыгрывать у своего графика секунды. И в итоге проехал за 2,31 со средней скоростью 35,6. Кстати говоря, в прошлом выпуске победили 2 человека. Они проголосовали 35,7. Напишите мне, пожалуйста, в инстаграм. Я выдам вам ваши призы. Те, кто голосовал за 35,7 километров в час, вы там из себя найдете в комментариях. Вот. Значит, на вело было супер тяжело и супер страшно. Страшно было в том, что все спуски, которые, по идее, должны быть скоростные, трасса очень быстрая и можно ее ездить очень быстро. Но если она сухая. Если мокрая, совершенно лишаются все преимущества. То есть в гору вы едете медленно, потому что в гору. А вниз быстро вы не едете, потому что мокрое, страшное и скользко. Поэтому было очень много моментов, где было сильно страшно. Где были повороты. Нужно было сильно вытормаживаться. Велосипед наклонять было нельзя. На спусках страшно, на поворотах страшно. В общем, вело в плане ощущений было подпорчено. Вот. Вторую половину дистанции получилось ехать значительно быстрее. Спуски были около 60 километров в час. Даже по мокрому. Закончился ливень. В общем, стало немножечко комфортнее. И в итоге я проехал со средним пульсом 166 ударов в минуту. И максимальным 185. Это я заезжал в гору. Ну и собственно страдал. Зона у меня так и не настроена. Но в целом я получился довольным вело. Должно было быть где-то 2.25. Получилось 2.31. Жить с этим можно. Но опять-таки никаких 5 часах речи уже не велось. Плюс к этому вторая транзитка была еще больше первой. То есть мы пробежали всю ее в одну сторону. И потом всю другую. Это заняло метров 800. И нужно было переобуться. Это заняло еще 5 минут. То есть 2 транзитки в сумме с тем, что я не переодевался. Там что-то еще не делал. Заняло 9 минут. Вместо того, чтобы занимать там 4, как на обычных соревнованиях. Вот. На выбегании из транзитки я уже понял, что значит для того, чтобы мне бежать из 5 часов, мне нужно бежать ну примерно по 5 минут на километр. Это быстрее, чем я сейчас бегаю в любую вообще дистанцию. А тут 21 и еще и после вело. Я такой, ну попробуем, думаю, побежать. И в общем выбегаем на бег и первые 4 километра это подъем. Непрерывный, такой длинный подъем. Тут вот по высоте тоже будет его видно. Должно быть его видно. Да. Вот. То есть мы забегаем в большую-большую гору. И я смотрю, тем вроде ничего, но начинают хватать судороги. То есть мы забежали вот на 70 метров набора за первые 20 минут. Вот. Начинаю хватать судороги. Я пытаюсь придумать, как бы так бежать, чтобы у меня не хватали судороги квадрицепсов. Как-то там включать посильнее голень, что-то там еще. Потихонечку меня отпускают. Я начинаю работать вниз. Встречаю Игоря, который бежит по 3.30 и очень счастливо машет мне руками. Вот. Говорит, сейчас ты кайфанешь вниз. Вниз действительно кайфую. Все окей. Но начинаются проблемы с пищеварением. Вот. И я долго думал, забегать ли в туалет или потерпеть, или забегать, или потерпеть. В общем, выбрал забежать в туалет. И на этом потерялся еще там пару минут времени. И после того, как я вышел из туалета, мне оставалось бежать где-то по 4.50 средним темпом вторую десятку. Ну, последнюю десятку, собственно, в половинке Iron Man. Во что я, собственно, не верил. Но думаю, ладно. Собственно, что у меня плохого уже со мной случится. Думаю, побежим. Так как мне нужно бежать, чтобы попасть в темп. Вот. Тут вот на графике пульса хорошо видно, где я это решил. Вот здесь я был в туалете. И здесь, я думаю, ладно, побежим побыстрее. И, в общем, бежим, бежим, бежим быстрее. Как очевидно должно было случиться, у меня стало хватать печень, потому что сильно закислился. И так быстро бежать не мог. То есть на пульсе 170, 11, 172 было хорошо. На пульсе 180 было очень быстро. Мне все нравилось. Но так долго я работать не могу. Закончилось все еще раз печеночными коликами, с которыми в целом ничего сделать нельзя. Можно только бежать медленнее, дышать и вымывать лактаты из своего организма. Вот. Что я, собственно, и делал. На этом моменте я распрощался с мечтами о пяти часах, добегал как-нибудь. Вот. Затем получилось так, что за несколько километров до финиша я увидел Андрея Дещенко. Это тренер одного из харьковских клубов, который тренируется в основном в беге. Это триатлон, не его профильная дисциплина. Но он когда-то у меня несколько раз выигрывал разные соревнования. И он бежал сзади. И я подумал, что было бы неплохо все-таки у него выиграть. Как-то чуть-чуть подсобрался. Добежал до финиша. Очень устал. Безумно устал сильно. Ну, прям. Вот я сел потом на лавочку и где-то минут 30-40 просто смотрел в пол перед собой. Ничего никому не говорил. Хотелось рыдать. При том, что ничего грустного у меня не случилось. Мне ничего не болело. Просто переутомление нервной системы так проявлялось. Вот. Потом из-за интересного я выиграл у Дещенко Андрея, о котором говорил одну или две секунды по протоколу. И мы много обсуждали перед стартом брить ли руки, ноги там и так далее. Вот тут будет выпуск про аэродинамику. Вот. И получилось, что даже, например, одна непобритая рука, если бы я какую-то руку одну не побрил, она бы меня затормозила на вело настолько, что я бы ему проиграл. Это очень весело. А второму человеку из нашей команды, самому сильному моему ученику, у него я выиграл две минуты. То есть, если бы я не брил ни руки, ни ноги, я бы даже ученика не выиграл. И получилось, что даже такие мелочи позволили мне выступить лучше, чем все ученики мои в команде. Я понимаю, что это сомнительный повод такой для гордости, но, тем не менее, с тем стажем тренировочным, который у меня сегодня есть, это там 40 с чем-то дней, результат получился офигенный. 5.03 с тем, что если бы была нормальная дорога, это было бы серьезно из 5 часов. Поэтому у меня закрались безумные мысли сделать Ironman Barcelona быстрее 10 часов. Для этого что нужно сделать? Не нужно так же точно проплыть, как сейчас, примерно так же проехать и примерно так же пробежать с теми же скоростями, но в 2 раза больше через 2 месяца. Звучит как безумие, но мне нравится. Поэтому 2 месяца будет еще более крутых тренировок. И через 2 месяца в Барселоне я, короче, ставлю, что я сделаю с 10 часов Ironman. А вы, в общем, во-первых, подписывайтесь на канал, ставьте там эти колокольчики и напишите в комменты, пожалуйста, что вы думаете на тему получится ли у меня из 10 или я совсем уже зажрался и нельзя просто так прогрессировать бесконечно. А насколько я прогрессирую? В двух словах, на Олимпийке в Киеве, которая была всего месяц назад, я ехал дистанцию 40, а сейчас 90, и вот дистанция 40 на велике получилось 33 с копеечкой, а сейчас 35,6. То есть я проехал 90, сильно быстрее, чем 40. Потом я еще пробежал 21 быстрее, чем 10, а проплыл я, правда, медленнее. Но, тем не менее, судя по всему, что это безумно, но реально, и это значит, что это мне подходит. Поэтому увидимся в следующих выпусках, там будет уже про тренировки, будут контрольные замеры, будут новые конкурсы, много всего интересного. В общем, подписывайтесь, если вдруг еще не подписаны. Еще раз всех поздравляю с выступлением в Польше и до новых встреч. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!